Восемь вечера в Украине. Время подводить информационный итог дня. В студии Алексей Фадеев. И вот некоторые темы выпуска. Москаль сдается. Что заставило закарпатского губернатора просить об отставке? Музыка. Порохом пропах. Боевики стягивают в оккупированный Донецк тяжелое вооружение. Якобы для парада 9 мая. Музыка. Тунеядству бой. Как спикер будет наказывать нардепов-прогульщиков? Музыка. Итак, губернатор Закарпатской области собрался в отставку. Жесткий управленец, ставший всенародно известным и почти всенародно любимым. Захлесткие фразы и непримиримую позицию по отношению к сепаратизму. Вдруг обратился к президенту через премьера с просьбой уволить его с должности главы Закарпатской областной администрации. Как отреагировали первые лица страны на такое заявление Геннадия Москаля, знает Марина Коваль. Громкое заявление об отставке появилось на официальном сайте Москаля с самого утра. Причина – таможенники-контрабандисты. В короткой предыстории губернатор напоминает, что его назначили главой области после Мукачевской трагедии. Это произошло почти год назад. Возле спорткомплекса встретились бойцы правового сектора и народный депутат Михаил Ланё. Должны были говорить о перераспределении потоковой контрабанды. Во всяком случае, таковы выводы расследования, проведенного народными депутатами. Закончилась встреча перестрелкой, а потом ведением чрезвычайного положения в области. С приходом Москаля начальников правоохранительных органов и таможни сменили. Даже якобы удалось сломать схемы переправки сигарет в Западную Европу. И вот теперь эти схемы, как утверждает губернатор, опять хотят вернуть. А контролировать процесс должен новый начальник таможни. Москаль уверяет, в Киеве только этого и ждут, чтобы отправить за границу фуры с сигаретами, которые стоят в столице. В таких условиях он работать не хочет. Фискальные службы, которые подчиняются таможне, уже заявили. Пока начальник не менялся. Володимир Колесников очолю Закарпатскую митницу с вересня минулого року. На сегодня, с 27 квотня поточного року, он пребывает на лекарственном. На сегодня новых призначенных руководителей, руководителя Закарпатской митницы не было. Митница работает в штатном режиме. Не стал отмалчиваться и премьер. Сначала на своей странице в фейсбуке он довольно резко заявил, что не позволит разговаривать с ним языком ультиматума. И представление на увольнение Москаля готовить не собирается. Позже лично прокомментировал ситуацию. Кстати, борьба с контрабандой – это не только переправка сигарет. Не так давно Шумана делала история с древесиной. Активисты не выпустили за границу больше 20 вагонов с лесом. В компании, которая его перевозила, уверяли, это обычные дрова. И никакой ценности не имеют. Активисты же настаивали кругляк, везут незаконно и вовсе не на переработку. После этого премьер поручил всем силовикам разобраться. Решение кадровых вопросов, видимо, пока откладывается. Во всяком случае, премьер ждет закарпатского губернатора и начальника местной таможни в Киеве после праздников. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал «Интер». Из заявления губернатора Москаля премьер прокомментировал на тренировочной базе спецподразделения «Корт». Там во второй раз состоялся выпуск свежеобученных полицейских. 35 выпускников демонстрировали свои навыки, полученные за два месяца. Куда элитное подразделение отправится в ближайшее время? Подробности у Ирины Романовой. Мы не разговаривали. Сказали же нет, значит нет. Касая сажень в плечах, стройная, улыбчивая и неразговорчивая. Такие они, выпускники единственного пока в Украине корпуса оперативно-внезапного действия «Корт». Созданная осенью прошлого года на базе бывших «Беркута», «Сокола» и «Грифона», именно это элитное спецподразделение теперь будет задерживать особо опасных преступников, организованные криминальные группы, а также проводить спецоперации по освобождению заложников. Попасть сюда нелегко. Из 500 человек после конкурса осталось всего 35. Большинство – мастера рукопашного боя, бокса и других единоборств. Отобрали лучших кандидатов уже с боевым опытом, служивших довольно-таки долго в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. Больше им давали настрел, боевой опыт, какие-то элементы тактики, рукопашного боя, ножевого боя. Сами инструкторы, прежде чем готовить будущих борцов с организованной преступностью, прошли обучение у американцев. И теперь полученные знания за два месяца передают отобранным на конкурсе кандидатам. На их успехи пришли сегодня посмотреть премьер, секретарь СНБО, министр внутренних дел, глава нацполиции и посол США в Украине. Здесь, на тренировочной базе под Киевом и новенькие автомобили отечественного производства «Варта». Бронированный корпус пятого класса защиты убережет личный состав от мин и фугасов. Стоит одна такая машина до 7 миллионов гривен. Для «Корда» закупили уже 10. Под требования спецназов «Совкорда» эта машина доработана специальными лестницами, специальными подножками, которые предназначены в том числе и для эвакуации дополнительного числа людей из-под огневого контакта. Сегодня Украина потребует сильной правоохранной системы. Вы лучше из лучших. И я переконую в том, что ваш опыт, ваше сумление, ваша честь будет прикладом для всех органов правопорядка. США гордятся сотрудничеством с украинским правительством в этом проекте. Мы надеемся, что такие структуры, как КОРД, будут отвечать демократическим стандартам. Вы отвечаете высочайшим требованиям, которые выдвигаются к таким офицерам на международном уровне и в США. С этой тренировочной базы новая полицейская элита уедет бороться с преступностью в Харьковскую область. Это уже второй выпуск КОРДа. Первый готовили для столицы. Программа, по словам министра внутренних дел, запущена уже в 18 городах Украины. И к началу следующего года все властные центры получат свои спецподразделения. Ирина Романова, Игорь Сулий. Подробности. Телеканал Интер. Во Львовской области продолжают расследовать причины вчерашней трагедии на Яворевском полигоне. Халатность или старые боеприпасы? Именно эти две версии рассматривают военные прокуроры. Напомним, вчера во время стрельб одна из гранат разорвалась рядом с военнослужащими. Трое солдат получили ранение. Один тяжелое. В голову позднее уже в госпитале военнослужащий умер. Учения мотопехотного батальона были плановыми. Возле установки АГС-17 старший солдат и два младших сержанта. Прозвучал выстрел. Граната должна была пролететь около километра и поразить цель. Но боеприпас упал в трех метрах от гранатомета и взорвался. 27-летний старший солдат получил осколочные ранения в голову. Скорая забрала его в госпиталь. Но спасти пострадавшего врачам не удалось. Он умер во время операции. Состояние еще двоих опасений не вызывает. У них ранение в грудь и ногу. Они перед тем были практически год в зоне АТО. И как поводить с оружием, они также знают не теоретично, а практично. И поэтому сейчас и выучают причины этой надзвучайной событий. Чи это людский фактор спрацовал, чи это, возможно, какая-то халатность была. В военной прокуратуре открыли уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием. Пока рассматривают две версии произошедшего. Неналежная организация военно-посадов, особо военно-посадов, частина порядка проведения навчан. И вторая версия – это использование гранатометных пострелов, которые за своими особенностями, в частности, года выготовления, уже не могли или не могут использоваться. Уже известно, что установка АГС-17, из которой производились выстрелы, 78-го года выпуска. Ни для кого не теймница, что армия имеет технику, озброение, боеприпасы, образки радянской армии и, возможно, царя Гороха. Поэтому, когда открывают склады, есть еще оружие и Первой святой войны. Будут ли проверять техническое состояние остальных установок – неизвестно. Пока военные прокуроры пытаются установить виновных в этой трагедии. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Европа стала ближе с жителем Закарпатья. В селе Салотвино открылось консульство Румынии. Границы между Украиной и Румынией проходят по реке Тиса. От Салотвино километров в десяти. А вот за визами приходилось ездить за 250 в Черновцы. Открыли представительство министра иностранных дел двух стран. Ну а перед этим Павел Климкин побывал в венгерском консульстве. Заехал поблагодарить дипломатов за поддержку Украины в стремлении к безвизовому режиму с ЕС. Напомним, на днях министр иностранных дел Венгрии заявил, Украина должна получить безвизовый режим немедленно. Когда же именно это произойдет, вот как прокомментировал вопрос Павел Климкин. Мы действительно выполнили абсолютно все требования в рамках безвизового режима. И это Европейская комиссия подтвердила. Я очень надеюсь, что за несколько месяцев украинцы, которые имеют биометричные паспорты, они действительно смогут пользоваться справедливым безвизовым режимом. Европейские веяния не обойдут Верховную Раду, по крайней мере, по словам спикера. Депутаты-прогульщики будут платить гривней. Лишать их зарплаты за пропуски предложил Андрей Порубей. Более того, глава парламента заявил, нововведение начнет действовать уже со следующей пленарной недели. Сегодня он представил проект изменений в регламент работы парламента в числе таковых и предложение увеличить количество пленарных недель. Проект нового регламента будет внесен на рассмотрение Рады после обсуждения с депутатами. Пропозиция полягает в том, чтобы мы, вместо двух пленарных недель, имели три пленарных недели в месяц. И, соответственно, увеличили количество дней, когда депутаты имеют возможность принимать решение. Также логика будет полягать в том, чтобы увеличить количество времени, отведенных для работы в комитетах. Продолжаем выпуск. В зоне АТО пока что относительно тихо. В оккупированном Донецке боевики готовятся к параду 9 мая. В город стянули тяжелую технику, танки, пушки, самоходные артиллерийские установки. В ОБСЕ концентрацию орудий назвали нарушением минских договоренностей. Техника находится в 10 километрах от линии соприкосновения. К тому же представляет опасность для мирных жителей, предупреждают международные наблюдатели. Готовы ли украинские десантники, которые держат оборону в районе Донецка, отразить возможную атаку боевиков? Об этом знает Ирина Баглай. После нескольких месяцев ежедневных минометных обстрелов в Авдейской промзоне звенящая тишина. Но о перемирии речь не идет. Боевики просто сменили тактику. Начинающие до 16-й годины. Практично обстрелы продолжаются. Крупнокалибрные пулеметы работают. Иногда гости пролетают. Вот такое отверстие от пули снайпера. Василий говорит, она прошивает и кирпич. Пока артиллерия молчит, боевики атакуют и стрелкового оружия. Пытаются поджечь дома, где находятся позиции военных. А вот на самой Есиноватской трассе на пасхальную неделю оживление. Перемирие наемники традиционно используют, чтобы укрепиться. Даже технику подогнали. Трехи далее. В последние три дни мы чуем звук экскаватора. Экскаватора. Доповедаем. Рыть окопы на линии огня боевики отправляют тех, кто проштрафился. За ними, как заградотряд, уже и кадровые российские военные, и местные бандитские группировки. Мы просто видим по передвижению, что против нас нет чисто русских или чисто сепар. Там сборная стоит, солянка стоит. В Донецке уже третья репетиция парада к 9 мая. Сам парад, как и скопление техники, десантники называют фарсом. И если противник направит эти орудия в их сторону, готовы ответить достойно. Больше, наверное, фарс какой-то. Пускай еще устроят, как было там в 41-м году, с парада на войну. Мы встретим эту новую покрашенную технику. Она будет потом сгоревшая. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Далее о других горячих точках в мире. Ожесточенные перестрелки не утихают на границе Израиля и сектора Газа. Причем обе стороны используют тяжелое вооружение. Израильские военные снова обнаружили несколько тоннелей, проложенных террористами на израильскую территорию. За очередным обострением обстановки следит наш корреспондент Сергей Ауслендер. Началось все это весьма анекдотическим образом. Премьер-министр Израиля посещал границу с сектором Газа. Там осмотрел свеженайденный тоннель Хамас и даже в сопровождении телохранителей спустился. В него после чего встретился с военными и поблагодарил их за хорошую работу. Почти два года прошло с момента окончания операции «Несокрушимая скала». Я должен сказать, что это были два самых тихих года на границе с сектором Газа. И все благодаря тяжелой работе, которую вы ежедневно делаете. Дальше, как в плохом анекдоте. Вот тут-то все и началось. Не успел кортеж премьер-министра отъехать от границы. Как два спокойных года закончились. На саперов посыпались мины. Один из бульдозеров. Боевики попытались взорвать дистанционно управляемым фугасом. Израильская армия в долгу не осталась. По всей линии границы разгорелись артиллерийские перестрелки. К границе подошли танки, которые прямой наводкой начали бить по огневым точкам боевиков. Чуть позже к делу подключились израильские ВВС, которые разбомбили несколько объектов Хамас в Газе. Мы были дома, когда услышали звуки обстрелов. Выскочили на улицу и увидели, что наша машина повреждена. Почему? Зачем? Мы не понимаем. У израильтян другая информация. Такие машины используются в том числе и для рытья туннелей. Чуть позже, в ходе обмена ударами, удалось обнаружить еще один подземный ход. Когда к нему приблизились инженерные подразделения, чтобы его разрушить. Они снова подверглись обстрелу и снова военные были вынуждены отвечать. Несколько мин разорвались в черте приграничного Кибуца. Его жителям велели оставаться в убежищах, а сам поселок был объявлен закрытой военной зоной. Хамас уже объявил о полной победе над сианистами. Мол, враг был изгнан с родной земли, а тоннель, который обнаружили военные, боевики объявили не террористическим, а техническим. Тем не менее, армия его все равно разрушила. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. Сирийские власти и Минобороны России заявили, что не причастны к авиаудару по лагерю беженцев Эль-Комуна в провинции Идлиб. В результате бомбардировки здесь погибли как минимум 30 человек, около полусотни ранены. В ООН расценили атаку как военное преступление. Глава европейской дипломатии Федерико Магерини назвала нападение грубейшим нарушением международного права. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен Абрайан потребовал провести независимое расследование. Лондон сегодня получит нового главу. В эти минуты заканчивается подсчет бюллетеней. Уже понятно, что новым мэром британской столицы с разрывом приблизительно 10% голосов станет лейборист Садик Хан. Он будет первым мусульманином, вставшим у руля британской столицы. Подробнее о преемнике Бориса Джонсона и о результатах местных выборов в Великобритании Светлана Чернецкая из Лондона. Еще до конца сегодняшнего дня Лондон получит новую главу. И уже с полной уверенностью победу можно прогнозировать лейбористу Садику Хану. Большая часть голосов подсчитана и значительный перевес на стороне Хана. Он обходит конкурента из консервативной партии, потомственного аристократа и миллиардера Зака Голдсмита. Тот, известный своими удачными женитьбами. Первая супруга была из автомобильной династии Бентли, а вторая из династии банкиров Ротшильд. Победа лейбориста не станет неожиданностью. Он лидировал во всех соцопросах. Так кто он без пяти минут новый мэр британской столицы? Хану 45. Он пятый из восьми детей. Его родители мигранты из Пакистана. Сам он родился уже в Лондоне. Отец Хана работал водителем автобуса, а мать домохозяйка. Садик был способным студентом, поэтому в юридическом университете учился бесплатно, а по окончании стал юристом, специализирующимся на правах человека. Именно из-за правозащитной деятельности не раз подвергался критике за сотрудничество с исламистами. Ему доводилось представлять людей, которых многие считают радикалами. Но похоже это не помешало его стремительной политической карьере. Уже в 35 хан стал депутатом парламента, а в 38 первым мусульманином в правительстве Великобритании. Избрание садика хана едва ли не самая значительная победа лейбористов на вчерашних выборах. В общем, по стране партия несет значительные потери в местных органах. Вину за масштабное поражение возлагает на ее лидера Джереми Корбина. На этом посту он с сентября прошлого года является очень противоречивой фигурой, поскольку поддерживает такие организации, как Хамас, Хизбалла и Ира, признанные террористическими во многих странах мира. Радикальные левые взгляды лидера не нравятся многим избирателям, и эти выборы четко показывают раскол внутри партии. Результаты этих выборов говорят о том, что партия лейбористов полностью потеряла связь с трудолюбивыми людьми, которых она должна представлять. Лейбористы настолько озабочены делами своего левого крыла и нерабочими экономическими предложениями, что забыли. Людям нужны рабочие места, нужны средства к существованию, низкие налоги и доступное жилье. Все то, за что мы боремся. Дэвид Кэмерон сегодня в отличном настроении. Под его руководством консерваторы показали довольно хорошие результаты, особенно в Шотландии, где Торе удалось обойти лейбористов и получить второе место в парламенте. Первая уже традиционно прочно закрепилась за шотландской национальной партией. Ее глава Никола Стержин остается главой местного правительства, а значит возрастают шансы проведения второго референдума по выходу Шотландии из Великобритании. Кроме шотландских националистов ликуют и националисты из ЮКИП, это одна из самых молодых британских партий, ультраправые евроскептики медленно, но уверенно завоевывают места в парламентах Шотландии и Уэльса, а также в муниципальных советах Англии. На многих участках до сих пор считают бюллетени, но похоже в целом результаты выборов совпадают с прогнозами и сюрпризов ждать не приходится. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков, подробности, британское бюро телеканала Интер. Вертолет Януковича продают на западе. Американская и швейцарская компании выставили на продажу машину, на которой бывший президент бежал из Межигорье. Еще летом 2014 года летательный аппарат получил новый бортовой номер и исчез из украинского реестра. Сейчас же он прописан на британском острове Мэн. Согласно описанию, на сайте швейцарской компании получается бежать так с музыкой и даже с видео. В салоне вертолета есть развлекательный центр с сенсорным дисплеем, спутниковым радио, 8-ю динамиками и двумя мониторами, а также уголок отдыха, сделанный по индивидуальному проекту, две зоны климат-контроля, спутниковый телефон, ну а сам салон разработан с учетом минимизации шума. Стоимость вертолета не указана, однако эксперты оценивают авиамашину бывшего президента примерно в 10 миллионов долларов. И еще об одном функционере из команды беглого экс-президента Януковича сегодня активно писали украинские СМИ. Бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого задержали в Израиле. Ставицкий якобы пытался вылететь в Россию с паспортом на имя гражданина Израиля Натана Розенберга и был задержан в аэропорту израильскими спецслужбами. Позже в его доме провели обыск. Изъяли 400 тысяч долларов, 200 тысяч евро, драгоценности и часы на общую сумму полмиллиона долларов. Позже сам беглый экс-министр опроверг всю эту информацию. Впрочем, подтвердил израильское гражданство. Напомним, бывший министр Ставицкий находится в международном розыске. Генеральная прокуратура обвиняет его в расхищении средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Вернемся в Украину. На Мариупольском направлении зоны АТО продолжаются перестрелки. С самого начала пасхальных праздников боевики ведут огонь по позициям украинских военных под Коминтерновым. Интенсивности, калибры только растут. Подробнее Александр Пантелеймонов. Поселок Коминтернова полгода назад заняли боевики. С тех пор стреляют отсюда во всех направлениях и почти без перерыва. Чуда не произошло и на пасхальные праздники. Боевики нарушили режим тишины практически сразу после его объявления. На следующий день же, с утра уже был обстрел с основного противотанкового гранатомета. СПГ по нашим позициям прилетело довольно прицельно, 6 ракет. Позавчера шел обстрел со 120-х гранатометов. Поздней весной и летом своя специфика войны. Появляется так называемая зеленка, трава, листья. То есть вражескому снайперу легче подойти ближе. Из-за копа лишний раз лучше не высовываться. Крупа противотанковой винтовки. ПТРС, ПТРД. Которые в любой БТР технику пробьет на вылет вместе с двигателем. И плюс еще раз, они разрывные пули. Военные говорят, стреляют вражеские снайперы неплохо. Скорее всего, наемники. И курсируют по всей линии обороны. Но давать отпор таким горе-охотникам уже давно научились. Когда враг подходит ближе, чем на 300 метров к нашим позициям, тут же нарывается на ответный огонь. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Шиженко. Подробности телеканал Интер. Обмен пленными накануне Пасхи сорвался из-за того, что боевики изменили свою позицию, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. По его словам, эта ситуация от самих боевиков не зависит. Вопрос обмена пленными обязательно поднимут на следующем заседании трехсторонней контактной группы. В Минске заверил Кучма во время открытия выставки «Свет надежды» под патронатом его президентского фонда «Украина». Экспозиция состоит из работ юных художников, которые приурочили их к 30-летию чернобыльской катастрофы. Сами авторы родом из Овруча, Житомирской области, города, который в этом регионе больше всего пострадал после взрыва на АЭС. Гигантский трезубец, парад и возложение цветов. В Киеве школьники и студенты в канун Дня Победы почтили память погибших. Парад кадетов провели возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Дети зажгли лампадки, развернули огромный флаг, образовали живой трезубец, призывая к миру в стране. Мир! В чем закинчилась война? Мы приехали на парад. На парад. Чтобы восхищать память погибших на войне. И чтобы поздравить ветеранов, что они пережили страхи. Я хочу в дальнейшей жизни быть военным. Буду защищать нашу Родину. Хочу сильного мира во всем мире. Чтобы не было никогда войны. А вот сам День Победы впервые пройдет без одного из главных его атрибутов – знамени Победы. Флаг попал под запрет в связи с декоммунизацией. За нарушение закона грозит до пяти лет тюрьмы. Документ вступил в силу еще в прошлом году, но уже после Дня Победы. Оппозиционеры считают запретное использование этого знамени 9 мая преступным. В заявлении партии говорится, таким способом власть запрещает право ветеранов на историческую память. Ведь именно под этим флагом наши предки защищали Родину. В оппозиционном блоке готовят изменения в закон, чтобы вернуть украинцам право использовать знамя Победы. Харьков готовится к усиленной охране 9 мая. В этот день город будут патрулировать военные, нацгвардейцы и конная полиция. За порядком будут следить возле мемориалов, братских могил, в парках, там где планируется мероприятие по случаю Дня Победы. Такие меры городские власти и правоохранители принимают, чтобы избежать возможных провокаций. Хотя и сами горожане и чиновники надеются, что все торжества в Харькове пройдут мирно. Пример взаимовыручки в поселке Березино Одесской области жители решили помочь семье Погорельцев. Пожар в доме Натальи Александра Муц произошел 2 мая из-за неисправной электропроводки. Никто не пострадал, но дом сильно обгорел, уничтожены мебель, полы, двери. На восстановление у семьи денег нет. На помощь пришли односельчане. Одни принесли деньги на покупку стройматериалов, другие работают как строители. Третьи подарили вещи. Поддержал Погорельцев и оппозиционный блок Юрий Бойко передал средства на закупку новых окон и дверей. Все люди, соседи, все жители поселка, постсоветы, районы администрации, депутаты местного совета, областного и даже Верховной Рады Бойко. Спасибо всем огромное. Действительно вчера передали денежки, я сегодня передал семье. Это полностью на закупку всех дверей, окон там все хватает. И большое-большое ему спасибо за то, что так откликается на обиду. Идем дальше. Новости из-за границы. На допрос за переписку Хиллари Клинтон, которая вероятнее всего станет кандидатом в президенты США Демократической партии, в ближайшие недели могут вызвать ФБР. С чем это связано, расскажет наш собственный корреспондент США Тихон Зятко. Скандал с использованием Хиллари Клинтон личной почты в служебных целях все еще продолжается. Речь идет о событиях, которые произошли несколько лет назад, когда Клинтон занимала пост госсекретаря. Тогда, как выяснилось позже, она использовала свой личный почтовый ящик для отправки писем, связанных с работой. А американским госслужащим это запрещено. Госдепартамент, а вслед за ним и ФБР, начали проверку, и оппоненты припоминают это Хиллари Клинтон во время всей ее предвыборной кампании. Дескать, как она может быть президентом, если столь невнимательна к правилам? Сама Клинтон, кстати, свою ошибку признала, но утверждает, никакой секретной информации с личной почты не отправляла. И вот новый виток скандала. Как сообщает CNN, в ближайшие недели Клинтон вызовут на допрос ФБР, а также его могут вызвать в суд. Этого добивается одна из консервативных общественных организаций. В политическом плане это удар, ведь хотя Хиллари уже почти обеспечила себе выдвижение кандидатам от демократической партии, данный скандал подпортит ее шансы на президентских выборах и, наоборот, увеличит шансы оппонента Клинтона, Дональда Трампа, который остался формально единственным претендентом на кресло в Белом доме от республиканцев. Он сейчас активно занят поиском того, кто будет участвовать в гонке вместе с ним, как кандидат вице-президента. Список претендентов не разглашается, однако известно, что одним из основных советников Трампа в этом вопросе станет нейрохирург Бен Карсон. Он сам также баллотировался в президенты, но еще на старте гонки снял свою кандидатуру. Тихон Зитко, Юрий Романюк, подробности, Американское бюро, телеканал Интер. Бельгийские тюрьмы бастуют. Экономия на персонале, которую задумало правительство, не нравится сотрудникам. Они просто не выходят на работу. Их обязанности исполняют полицейские. Недовольны все, особенно заключенные. Несмотря на внешнее спокойствие, за толстыми стенами тюрем творится настоящий хаос. Заключенные не ходят на прогулки, столовые не работают. Вот уже 9 дней надсмотрщики бастуют. Вот как выглядит ситуация изнутри. Обозленные люди пробивают стены, жгут и выбрасывают из окон все, что попадает под руки. Нет прогулок, не работает столовая, родные заключенных толпятся возле тюрьмы. Ведь визитов тоже нет. Неделю они не могут сходить в душ. Еда раз в день. Мы не можем с ними увидеться. Ничего толком не работает. Чтобы создать подобие порядка, сторожить узников отправили полицейских. Есть приказ, и мы должны его исполнять. Конечно, это не совсем наша обязанность, но так как уже практически неделю бастуют надзиратели, придется их работу выполнять нам. Тюремщики требуют не улучшения условий работы, а не ухудшения. Правительство решило урезать количество штата на 10% и увеличить пенсионный возраст до 67 лет. Это при том, что количество заключенных с каждым годом только растет, а бельгийские тюрьмы – одни из самых переполненных в Европе. На этой неделе переговоры руководства тюрем с министром велись четырежды. Ситуация ужасная. У нас на исходе и силы, и средства материальные, и человеческие. Пока ни одна, ни другая сторона на уступки не идет. В бельгийских тюрьмах камеры не только одиночки есть на несколько десятков человек. Тюремщики даже представить боятся, что будет, когда забастовка закончится, и им придется вернуться на рабочие места. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности – телеканал Интер. Бельгия, Брюссель. И еще немного интересного. Корова для геймеров съезд Компартии в Северной Корее глазами иностранных журналистов и абажур для лесного оленя. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В сети опубликовали невероятное видео из космоса, снятое камерой GoPro. Ее установила на своей космической машине компания Airspace. Взлет ракеты, ракурсы Земли, смена дня и ночи, и возвращение аппарата на землю. Все это удалось запечатлеть в HD-качестве. За сутки видео собрало более полумиллиона просмотров на Ютубе. Первый за 36 лет съезд рабочей партии КНДР начался в Пхеньяне. К событию готовились не одну неделю и даже пригласили десятки иностранных журналистов. Но на сам Конгресс их так и не пустили. Снимать разрешили только возле Дома культуры, где и собрались тысячи делегатов. Все съемки власти строго контролируют. Пробка длиной в несколько километров образовалась в Лос-Анджелесе. Полиция преследовала злоумышленника, который не остановился по требованию стражей порядка. Более того, попытался ускользнуть от правоохранителей. Местные СМИ сообщают, у водителя черного Мерседеса было оружие. Его подозревают в убийстве. Погоня продолжалась около часа. Беглеца все-таки задержали. Фото уникальных старинных карт опубликовал в сети американский коллекционер Дэвид Рамси. Среди них и карты Украины, которым более 350 лет. Всего в подборке свыше 67 тысяч экземпляров. Самый древний датирован концом 14 века. Карт с изображением Украины около 300. Сайт пополняется новыми изображениями каждый день. Благодаря специальному приложению можно сопоставить старую и современную карту, чтобы увидеть, как менялись границы государств и названия городов. Корову Памелу выиграли геймеры из Туниса. Неожиданный подарок препонесла компания, выпустившая мобильную игру. Забирать животное было не обязательно, но, судя по видео, подарок игрокам пришелся по вкусу. Памелу с трудом затолкали в грузовик. Серебряным и бронзовым призерам достались телефон и планшет. Победителей следующего раунда игры, в которой участники воруют коров у конкурентов, ждет такой же приз. Олень в плафоне стал звездой интернета. В американском статье Нью-Йорк животное попало в курьезную ситуацию. Застряло головой в плафоне. На помощь пришел сотрудник агентства по охране окружающей среды. Со второй попытки ему удалось снять плафон с головы оленя. Пользователи соцсетей отреагировали на этот случай многочисленными фотожабами. На этом выпуск завершен. За дальнейшим развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Ну а в прямом эфире увидимся чуть меньше, чем через сутки. Завтра в 20.00. Хорошего вечера. До встречи на Интере.